Приветствую всех на своем канале. Последние недели показали, что криптовалютный рынок продолжает рост. Котировки ведущих монет, таких как биткоин и эфириум, растут. Инвесторы вкладывают средства в них, а общая капитализация рынка повышается. Это оказывает положительное воздействие на сегмент децентрализованных финансов. Появляется много платформ, стремящихся на волне хайпа заработать и собрать большое количество участников. Справедливости ради стоит отметить, что подавляющее большинство из них потом исчезают. Разработчикам не дается собрать достаточно средств, чисто пользователей не достигает желаемых величин. В итоге они пополняют класс щиткоинов. Первоначально перспективных проектов, но через некоторое время теряющих ценность. Но среди большого количества появляющихся новых проектов есть те, которые не только быстро стартуют, но и набирают за короткий срок и средства и множество фанатов. Именно таким является проект Ходж. Перед тем, как рассмотреть его структуру и токен, следует сразу отметить, что он уже включен в листинг известных площадок, таких как Coinbase, CoinMarketCap, Blockfolio и CoinGecko. Кроме этого, не стоит путать его с другим проектом – Doge. Известно, что некоторое время назад Илон Маск начал упоминать его в своих твитах. Создатели упомянули, что решили создать свой проект после того, как Додж стал популярным. Первоначально разработчики не предполагали, что Ходж станет известным, поскольку для них он был своего рода развлечением. Но случилось неожиданное – когда проект был запущен, он быстро стал популярным. Возможно, это был связан с тем, что Додж стал известным и это оказало положительное воздействие на Ходж. Что такое Ходж? При изучении его структуры становится понятно, что это мем-токен, поддерживающий сферу децентрализованных финансов. В системе действует только 1 миллиард токенов. Больше выпускать не будут. Когда держатели токенов Ходж покупают и продают их, происходит сжигание. По итогам сжигания монет содержатели получают свой процент в качестве вознаграждения. Как указано в документах проекта, при каждом обмене сжигают 1% токенов. И одновременно 1% распределяется между пользователями. В результате действия такого механизма снижается общий объем предложения токена Ходж. Токен становится более дефицитным, соответственно растет его стоимость. Благодаря этому растет число держателей Ходж. Помимо этого, они становятся заинтересованы в дальнейшем развитии проекта. Поскольку чем больше транзакций, тем более высокую прибыль они могут получить на свои счета. То есть проект старается включить пользователей развития проекта, а не просто быть пассивным владельцем токенов в сети. Однако, этого сейчас явно недостаточно для того, чтобы дальше продвигаться и увеличивать число активных пользователей. Поэтому команда создателя внедряет в платформу еще и игры. По их мнению, это должно помочь привлечь тех, кто сейчас хочет заработать с помощью игр. Также в планах разработчиков внедрить площадку, которая будет включать в себя игры, где в качестве основной валюты будет токен Ходж. Одним словом, делают все, чтобы привлечь к себе как можно больше участников. Но и этого им недостаточно. Недавно команда проекта объявила о том, что заключил выгодное соглашение с известной биржей BigOne. Как известно, она входит в топ-25 бирж по популярности и объемам торгов. На ней работает большое количество трейдеров. Согласно утвержденному соглашению, владельцев токенов теперь есть возможность торговать на них в парах Ethereum Ходж, а также USDT Ходж. Помимо этого, биржа будет размещать у себя рекламные материалы о проекте, популяризировать его в социальных сетях. Это должно привлечь к ним еще больше пользователей. Чтобы повысить популярность среди держателей токенов, было решено снизить стоимость комиссионных сборов на всех площадках, где торгуют Ходж. Стремясь показать всем, что проект нацелено длительное существование, на сайте представлена детальная дорожная карта. Изучая ее, становится понятно, что команда действительно намерена двигаться дальше и завоевывать свою долю рынка. Стоит упомянуть и про популярный сейчас NFT. Согласно сообщениям команды, уже разработан и зарегистрировано несколько сотен эксклюзивных NFT. На данный момент разрабатываются правила использования на платформе. Доступ к ним будет разрешен всем владельцам токена Ходж. В заключении стоит сказать, что проект Ходж, который сначала спринимался самой командой как развлечение, неожиданно стал очень популярным. У него многочисленное количество фанатов, с ним заключены соглашения о торговле на многих известных биржах. Дорожная карта указывает, что Ходж и дальше намерен развиваться. Значит, данный токен можно смело включать свой инвестиционный портфель и зарабатывать на нем. Этот обзор отражает только мою точку зрения на проект Ходж. Перед тем, как принять решение воспользоваться его услугами, вы должны провести собственное расследование и самостоятельно оценить риски. Потому что криптовалюта имеет высокую волатильность и инвестиции в них всегда сопряжены с высоким риском, и поэтому я не могу гарантировать вам профит. Для получения подробностей о проекте всю информацию вы даете в описании под этим видео. Смотрите мой канал, становитесь богаче. Всем пока!